Девушки отдыхают 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 Отмечали, отмечали тут всем радио, просто такую вечеринку закатили. Ребята, поздравляем вас, вы молодцы, что делаете такое классное дело, мы вас очень поддерживаем. Очень поддерживаем, да, и не перестаем следить за всеми, что происходит. Я хочу майку, верни мне мой 2007-й. Я думал, скажешь, я хочу маю. Маю, да. Сегодня 26 июля в Кубе, на Кубе празднуется День национального восстания. Скажи мне, разве такие вещи празднуются на уровне государственных праздников, действительно? Можно праздновать День выхода на сторонников Навального и праздновать. Я думаю, не проблема сделать. И в Википедии это причем прописать. И праздновать, и прописать. Ладно, хорошо, значит, в Италии, где сейчас наш звукорежиссер Глеб, который со мной вел прошлый эфир, там День Святой Анны. Я не думала, что Анна настолько... Святая? Да. Либерия, Либерия. У Либерии, кстати, национальный флаг очень похож на американский флаг, только звездочек меньше. Там День независимости, так же, как и на Мальдивах. Ну, и СССР, была такая раньше Республика СССР. День парашютиста. Так что сейчас, я думаю, что этот день также празднуют все жители стран СНГ. И, в частности, россияне. И прыгают сегодня. Знаешь, когда я ездила в Киев по своим служебным делам со своей помощницей, была очень холодная погода, был сильный ветер именно в конкретный момент. И наша сумасшедшая помощница прыгнула с моста в порывы ветра. И, мне кажется, это придало ей еще больше каких-то впечатлений. О Киеве? А вообще ситуации этой жуткой. Или о жизни в целом. Мне было за нее, по-моему, страшнее, чем ей самой. Но, то есть, вот эта вот непогода ей просто придала острых ощущений. Ну, я думаю, что с моста можно прыгнуть в любую погоду по-хорошему. Я слышал, вы там еще по какой-то веревке через Днепр перелетели, правильно? Да, случилось такое с нами. Ну, рассказывай. Перекидывать себя с одного берега на другой. Перекидывать себя? Да, через Днепр. Было, на самом деле... Через Немагу. Через Немагу, да, было очень страшно. Особенно в тот момент, когда тебе говорят, а вы летите со своей сумкой. И, то есть, ты понимаешь, что вся твоя жизнь лежит в твоем портфеле. И можешь упасть в Днепр. Самое забавное, что люди там на соседнем моста тебе кричат «Прыгай!» Ну, или и прочее. Ты не заходил на страничку wiki.com slash no mercy.radio? Да, нет, она у меня удалилась из избранного. Кошмар какой! А там у нас опрос, между прочим. Да, какой опрос? А ты зайди на страничку wiki.com slash no mercy.radio. Что, Дмитрий Сергеенко хотя бы в наших джинглах, он все-таки участвует в эфирах «Блабла шоу». Затянулся его отпуск или где он там? Я не знаю, он в Тауншистере, по-моему, подался. Тем временем мне приходят еще одни комментарии по поводу нашей темы и говорят, ну, примерно то же самое. Я просто, наверное, не настроен еще думать о будущем, а просто так уезжать от друзей, изобрить язык и вжобовать дворником, чтобы мои воображаемые детишки из будущего были счастливы. Нет, я не готов. Пока хотелось бы не о детях думать, а о себе. Да, нам пишет Надежда Жуковская, что старость хотела бы провести в испанской провинции, а молодость в России ее вполне устраивает. Ну да, и когда я спросила, в какой же момент она между старостью и молодостью хочет покинуть нашу страну, И в этот момент она покинула разговор. Она ответила лет в 70. У нее такой, видно, позитивный настроен на жизнь, если она планирует в 70 только начать стареть. Что еще? Нам пишут Дима Куликов, написал Канада. Я понимаю, почему. Поставил две странные стрелочки. Почему? У него на аватарке Канада или что? Нет, у него, по-моему, Питер на аватарке. Почему стрелочки? Ну, вообще, сам он из Москвы. И что написал Шнырин? Нам написал Саша из программы Кураган. Написал, в них бегать от проблем надо их решать. Вот, это, конечно, очень спорная точка зрения. Да, уж действительно. То есть, если у тебя есть вариант для лучшей жизни, скажем, ты останешься там, где труднее, чтобы преодолевать эти трудности? Ну, вот он не так давно, я знаю, сменил работу, ему не нравилось на прошлой работе, и он, соответственно, нашел себе новое место. И я у него решил спросить, по какой причине он это сделал, ну, чтобы провести вот параллель, но он ничего не ответил. Нам Татон Зефиро пишет, что он оптимист, что он видит тенденцию к положительному развитию страны, несмотря на вредний властей. Вот. Если бы не власти, мне кажется, то вообще очень все положительно было бы в нашей стране. Да. Вот, это, скорее всего, только послужит катализатором общественного возмущения и постепенное изменение менталитета граждан. Ну, такая сегодня тема. Давай, что? Какая у тебя? Что? Способы миграции из России надо понимать же вообще, с чем мы связываемся. Ну, это, как обычно говорят, вот то, что Саша нам сказал, что нечего, там, бежать от проблемы, надо ее решать. И такая же есть тема, вот, знаете, были картинки, что три способа уйти от проблемы, там, Внукова, Домодедова и Шереметьева. Вот. Ну, это вообще-то рубрика определения, я знаю, у тебя тоже есть какое-то определение, давай, зачитай его, что ли, сразу. Его бы найти еще. Нашла. Давай, давай. Ты мне, по-моему, хочешь предоставить это? Так, что, валюту или что читать вообще? Валюту читай. Серьезно? Какая валюта? А, нет. Вот видишь, как все не вовремя. Сбои у нас. Нет, нет, с тобой не проходят такие темы, к сожалению. Вот. Был бы более квалифицированный какой-то ведущий сейчас рядом с вами, мы бы вышли из этого положения, но... Да, привет. 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 Хочу прервать, прям вот не выдержала ваш разговор на тему работы, что русские не нужны и так далее. Ну, это Ксюшка говорила, заметь. Да, да, да. На самом деле все нужны и все важны, и русские, наоборот, даже лучше. Потому что здесь, например, Канада, если говорить о Канаде. Да, способов не два, как Ксюшка говорила, уехать, а три. Да, то есть это LMO, то есть Labor Market Opinion, вот то, что получить рабочую визу. Ее получают, дают, точнее, во всякие там сабвеи и так далее, да. Ну и самый легкий способ уехать, это учиться. То есть получить студенческую и рабочую визу. То есть такие колледжи, которые дают две визы сразу на два года. Вот, а потом, когда находишься в Канаде уже, например, в Канаде или в США, какое-то количество времени, там, три года, четыре, например, можно уже подавать всякие там перманентные резидентства и так далее. Вот. Или есть колледжи, которые дают, например, пост-гардиэйшн. После окончания колледжа, который ты можешь, как бы, находиться еще и работать легально. Че, Ксюш, ты все поняла? Я, да. А вот этот вот момент там всякий брак за рубежом в Канаде не прокатывает? Ну, прокатывает, но ты должен жить с человеком два года в гражданском браке, и вы проходите потом тест. Ого, какой? То есть тест довольно-таки серьезный, то есть там даже есть скаверзные вопросы. Ну, классно, а чем ты там занимаешься? Учусь, вот как раз-таки на такой программе. Ну, то есть у тебя на данный момент какие планы? Вообще у меня не было планов уезжать, то есть я поехала просто поучить английский, мне подарили на день рождения путевку, уехав в Канаду, то есть у меня закончилась программа. В сентябре я вернулась домой, и я думала, ну все, буду жить дальше в России, моя любимая Москва, но когда на контакте я спустилась два раза в метро и сел три раза за руль, я сказала, нет, мама дорогая, спасибо, я так больше не могу. То есть к хорошему очень быстро привыкаешь, и на контрасте от хорошего к плохому ты это чувствуешь очень сильно. Ну, то есть возвращаться ты на данный момент уже не планируешь совсем? Я боюсь, я боюсь возвращаться. То есть вокруг у меня там в доме живет пять русских, соседи через дорогу, там 20 украинцев, которые тоже говорят по-русски. Да, то есть друзья приобретаются, а со старыми друзьями, ну, можно поддерживать связь. Да, спасибо за звонок, ты прям как такой эксперт очень серьезно так все рассказала. Вот мануал для наших слушателей. Да, мы продолжаем наше рассуждение сегодняшнее на тему миграции из России. И у нас как-то сегодня на удивление все серьезно получается. Ну, хорошо, расскажи, вот если бы ты куда-то сейчас уезжала, то куда бы ты уезжала? Это в идеале или в разумных сейчас? В разумных. Ну, скорее всего, пришлось бы начать с таких стран, наверное, как Польша, Словакия или Чехия. Я не думаю, что в Польше жизнь лучше, чем в России. Возможно, возможно. Просто если страна входит в Евросоюз, у тебя уже есть некие преимущества по поводу перемещения по странам Евросоюза. Ну, это что, то единственное, это тебе упростить, тебе не надо будет визу делать, чтобы съездить вот раз в месяц, понимаете, в Европу, раз в год. Раз в месяц. Это все? Наверное, если бы я валил, то я бы валил сейчас не куда-то, не какую-то страну типа Канады или Штатов. Я бы, наверное, пошел бы по пути куда-нибудь в райок какой-нибудь, там, на Балию ехать. Где действительно жилье дешевое, то есть достаточно по большому счету просто сдавать квартиру в Москве, и на эти деньги можно и снимать все там жилье, и в принципе жить. Вот, где климат просто райский, я не знаю, вот для меня, мне кажется, что лучше просто вот не придумаешь. У меня есть один знакомый, который просто как-то проездом оказался в Белоруссии, попробовал местную кухню, потусил там выходные и понял, что в Россию он больше не хочет возвращаться-то, что ему настолько там все понравилось. Так. Что, рубрика даты, давай. Что, рубрика даты ворвалась. У нас сегодня все не подготовлено. Рубрика даты. Так, я напоминаю сам себе, что сегодня 26 июля, значит, 1934 год, в Москве впервые в СССР проходит игра в поло. Ты поэтому в поло сегодня? Я поэтому сегодня в поло. Нам наш слушатель Саша Кузнецов написал stay here, скинул картинку, ну, собственно, картинку... Москвы. Москвы, да. Ну, да, все так и есть, примерно. Примерно так и по осени особенно. Ну, вот пишут нам, что Польша, это тот же пост-совок. Ну, да. То есть, короче говоря, с Польшей реально вариант фуфловый, я тебе вот могу сказать откровенно. Я планирую съездить в Казань, посмотреть, как там вот этот... Во-первых, я никогда не был ни разу в Казани, мне интересно посмотреть в принципе на город. И мне кажется, я выбрал достаточно удачный момент после универсиады, когда там должно быть все красиво, когда там... Я вот так же ездил в Киев, кстати говоря, после чемпионата, как раз-таки совместно с Польшей. Тоже было все очень красиво, много было этих интернациональных табличек, нам пишет Катя. Катя, Катя, Катя... Ну, Катя пишет. Катрин Грушина Вишенка, не знаю, много этих каких-то регалий ей в голову пришло. Так вот, она хочет в Калифорнию, это не оригинально. Я даже знаю, почему. Это не оригинально, это... Все мы хотим в Калифорнию. Так вот, опрос, значит, ты что предлагаешь огласить уже результат сейчас? Я думаю, пора. Хотели бы вы переехать из России. Да, тут все хуже и хуже, ответило 46% опрошенных. То есть, либо я делаю выводы, что либо контингент нашей радиостанции, это такие прям люди, мега уверенные в себе, мега прогрессивные, которые реально могут сорваться, уехать, и они не беспокоятся за то, что у них там все сложится. Что, давай какие-нибудь итоги подведем, потому что время у нас закончилось. А примет еще не было. Ну, хорошо, давай приметы. Значит, приметы. 26 июля. Что, Гавриил. Так. Гавриил Дэй, я так это назвал. Ржится матушка, поспелый, к земле клонится велит. Ты это сделал? У меня еще пока не поспелый ржится матушка. Ну, прошел. Сухая погода сулит хорошую осень. Сухой погоды сегодня не было. Осень. А сильные дожди губительные для урожая. Губительные, все понятно. Низкие ласточки, глубокая осень. Ласточка впустилась. Опустила? Упустила из виду ласточек. А в прошлый раз я помню была тем, что с урожаем не пойдет в этом году. Ну, вот все к этому идет. Все ухудшается. Что это значит? Гайки закручиваются. На Бали надо ехать, мне кажется. На Бали надо. Там с урожаем всегда все хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова